За поиски старинных рецептов вы непременно встретите в сети кулинарные истории супругов Ольги и Павла Сюткиных, историков, писателей и самых настоящих патриотов русской кухни. Вот кто мне поможет. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте! Здравствуйте, девичка! Ну как, расскажете про Бестрова? Обязательно! Для этого и собрались. Супер, спасибо! Так, ну вы подготовились, я смотрю. Ну, что-то подобрали с наших запасов книжных. Маленькую часть изображать. Не то, что положено по теме, то и подготовили, да. Друзья мои, а вот Бестроганов в вашей семье, он какое значение имеет? Ну, начнем с того, что я, мое первое мясное блюдо, которое я приготовила вообще в своей жизни, это было очень давно, мне было 19 лет, это был именно Бестроганов. Серьезно? И, конечно, кулинарных книг в то время было очень мало, но у меня была замечательная книга «Краткая энциклопедия о домашнем хозяйстве». Так. И вот там был рецепт... Такой двухтомник серый, да? Двухтомник, да, да. Многие, наверное, еще помнят его на всяких там родительских там или бабушкиных полках. Домоводство, краткая энциклопедия о домашнем хозяйстве, и вот рецепт был именно оттуда. Он был, конечно, советский такой, но, в общем-то, на мой взгляд, у меня получилось очень хорошо. А сколько вообще существует в мире вот вариантов Бестроганов? Ну, вот я по своему опыту знаю, что можно приготовить со сметаной, можно приготовить со сливками, можно добавить вустарский соус, можно добавить любые грибы, вот, и он будет, конечно, придавать совершенно разные... Я помню, как ты делала в последний раз, да, новый вариант Бестроганов с грибами шитаки. Вот оно не случайно считается вот таким нашим русским блюдом, вот, может быть, именно из-за того, что оно очень гибкое, вот, подстраивается под все условия, которые у них есть. Ну, нет там хорошего куска говядины, там, вырезки, можно взять кострец, нет там, не знаю, соуса южный, там, можно там кетчуп добавить или просто там помидоры каким-то образом приготовить. Ой, а для того, чтобы была сластинка, можно добавить туда кураги еще. Это в хорошие времена, наверное. Ольга и Павел – авторы популярных книг о разных эпохах русской кулинарии. Они пишут не только о том, что люди ели в России, но и почему. Ведь у вкуса любого блюда всегда есть привкус истории. Нельзя написать хорошую современную кулинарную книгу, не изучив опыт быта писателей прошлого. Однажды Сюткины взялись за поиски исторических следов Бевстроганова. Ну, вот не может быть блюдо изобретено вот прям сходу. Вот пришла там идея, а давай-ка мы это мясо мелко-мелко порежем, сметаной его зальем. То есть есть некий опыт, есть некая традиция, которая есть. Есть, ну, что-то, что уже явно предшествовалось. То есть вы хотите сказать, что у Бевстроганова был какой-то протоксин? Да, да. И мы, собственно, попытались найти и разыскать. Так, так, так. И что это за прежде чем-то? Вот, собственно говоря, мы можем, наверное, даже взять распечатку. Оля, посмотри. Давай найдем. Ну, найдем, найдем. Да, вот она. Вот, пожалуйста, рецепт. Крошеная говядина с сметаной. Мягкий кусок говядины нарубите поваренным ножом с прибавкой ветчинного сала, говяжьего мозга из костей, гвоздики, соли, лимонной корки, переделай в продолговатые лепешечки, обжай в коровьем масле, в кастрюле накати мясным отваром, уксусом и сметаной. И подавай. Обратили внимание, что в этом рецепте нет ни граммов, ни минут, ни, там, градусов. Как в любом, я уже привыкла к старинным рецепте. Все на усмотрение повара. Да, конечно. А вы готовили вот по этому рецепту? Давайте приготовим вместе. Я с удовольствием это сделаю, потому что действительно это интересно. Мне самое будет интересное, насколько получим мы тот вкус, который привычный наш, вот, или не получим. Ну, давайте попробуем, мне жутко интересно, что получится. Ольга, а что тогда с продуктами будем делать? Вот со всеми этими редкими? Ирина, все найдем. У хороших хозяйки должно быть в холодильнике, и все. Вы подготовились. Конечно, конечно. Сейчас у нас будет не только историческое расследование, но и кулинарный эксперимент. Прекрасно. Судя по рецепту, нам надо изрубить говядину. Ну, давайте половину я, половину вы. Зачем к говядине добавляют, собственно, свиное сало? Нет, ну, начнем с того, что это у нас говядина. Свиное сало у нас здесь будет играть роль такого разрыхлителя, потому что, чтобы оно было посочнее. В общем, как и в любые домашние котлеты, мы кладем небольшое количество свинины. Чем она жирнее, тем, конечно, котлеты наши будут вкуснее. Поэтому я думаю, ветчинное сало, это для этого. Это, кстати, самый сочный котлет, когда смешиваешь мясо. Конечно, 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 да. Вот, собственно, небольшое количество костного мозга, который мы непременно с вами должны положить по рецепту. А вот он что будет добавлять? То же самое, сочность. Русская еда, она по своей сути, вот, ну, будем брать русскую еду ту, того времени, должна быть, должна быть такая, ну, сытная, да? Жирная? Я бы сказала, ну, не что это жирная, но такая наваристая, чтобы бульоны были наваристые. Мы же понимаем, что сам по себе климат, во-первых, как бы к этому располагал, что еда должна лечь, долго перевариваться, давать энергию, да? И тепло. Тепло, конечно, конечно, конечно. Вот хорошо у вас все получилось, у меня тоже. Я бы сейчас сразу добавила костный, нам же говорят, вместе порубить по рецепту. А, давайте сейчас. То есть вместе надо? Конечно, значит, добавим сразу. Так, ну и сразу мы сюда положим ветчинное сало. Оно могло быть солониной, копченое. У нас копченое. Так, столичка достаточно? Достаточно, я думаю, да. Хорошо, что оно подкопченое, оно, конечно, придаст еще и аромат. Угу, уже пошел. Конечно, конечно. Сало мы рубим так же мелко, как и мясо, да? Да. А гвоздика, насколько это пряное? Гвоздика очень пряная, нужно немного. Я бы вот на это количество не более двух бутончиков положила. Сколько много трав, хватит? Хватит, хватит. Ольга, а какие травы вот раньше использовали? Какие росли в огороде, такие использовали. Это был кукроп, петрушка, чабрец в основном. Потом уже приходили специи. Приходило имбирь и шафран, конечно, но это были дорогие специи, в общем-то не очень доступные каждому столу. Так, ну что, я пока поставлю поворотку. Разгибайте, наверное, да. И у нас топленое масло. Топленое масло не гнило. Слушайте, это ужасно жирное блюдо, я чувствую. Ну, пусть это будет жирное, но у нас холестерин реабилитирован, поэтому кладите. Так, добавляем цедру. И все, можем формировать котлеты. Сначала помешать. Я предпочитаю фарш мешать вилкой. Не руками? Ну, сейчас мы помешаем сначала вилкой, потом уже руками. Ольга, но если это котлеты, тут нет яйца, нет муки. Правильно. Кто вам сказал, что в котлеты нужно класть яйцо? А что скрепляет-то мясо? Само по себе белок мясной. Сейчас все скрепит у нас обязательно. Все будет, котлеты будут хорошие. А зачем мы вот издеваемся над продуктом все это время и добавляем в котлеты яйцо? Я никогда не добавляю яйцо. Оно сушит, кстати, мясо. Оно, наоборот, у белка яйца гораздо быстрее схватывается при температурной обработке. И, наоборот, из мясной массы выдавливает сок. Наружу, в общем. И котлеты получают менее сочные. Конечно, конечно. Ни в коем случае нельзя класть никаких яиц, муки и так далее. Только, единственное, когда мешаешь вилкой, они такие вот получаются более рыхлые и сочные. Вот, а теперь можем уже делать котлетки. Ну что, жарим? Жарим. Ох, сейчас соседи умрут, мне кажется. Запах будет стоять просто. Так, нам осталось, как тут написано, подбить уксусом и сметаной и еще добавить бульон. Ну, значит, налить соуса. Подбить – это значит налить соус. А, это не взбить? Да, все вместе смешать и налить. Ну, такой вот был термин. Но сначала мы добавляем бульон, а потом в последний момент сметану с уксусом. Вообще вкус русской кухни был кислый. Ну, квашеная капуста, квашеные огурцы, он был достаточно кислый. Поэтому я так понимаю, что добавляли уксус для того, чтобы достичь вот этого привычного на то время кисловатого вкуса. Крошеная говядина со сметаной по рецепту 1808 года. Мягкий кусок мяса мелко изрубить ножом. Добавить свиного сала и мозга из говяжьих костей. Соль, гвоздику, лимонную корку и специи по вкусу. Смешать, сделать лепешки и поджарить на топленом масле. Залить мясным отваром, немного выпарить и добавить сметану, смешанную с уксусом. Количество ингредиентов на усмотрение хозяйки. Ну что, у нас здесь получилось? Аромат мне нравится. Ну да. Это что-то копченое с лимонной корочкой. Немножечко щебрецов. Да, да, да. Чуть-чуть угадывается нотка гвоздики. Все прекрасно. Вот у нас здесь они сформованы в котлетке. Мы видим, что слегка они так рассыпались. Да. Мелкие кусочки. Может быть, когда-то момент, какой повар решил, а что буду сформовать в котлетке? Пожарю я просто кусочки так. Вот и получился без роганов. Конечно. Ну что, Олечка, попробуем. Давайте попробуем. Слушайте, ну это очень сочно. Ну это вкусно? Нет, ну это очень сочно и очень жирно. Знаете, жир, вот он прям застывает. Жир, конечно, да. Но мясо само по себе вроде неплохое. Ну, в общем, надо рецепт доработать. Доработать надо. И в принципе, можно его чуть-чуть, и он будет похож на месторок. Оль, но все-таки хочется найти самый первый рецепт именно бифстроганов. Он вообще существует? И где его можно найти? Ну, самый первый рецепт, пожалуй, который мы отыскали, может быть, где-то еще что-то есть, но мы вот отыскали. Самый первый, это не в первом, а уже во втором издании книги «Подарок модным хозяйкам» Елены Малаховиц, 1871 год. С рецептом-то поделитесь? Ну, непременно, конечно. Я просто в конце программы обещала приготовить самый первый настоящий бифстроганов. Ну, хорошо, конечно, непременно. Ну, а как же? Далее в программе я узнаю, как правильно выбрать говядину. И, наконец, возьмусь за приготовление мяса по-строгановски по рецепту 19 века. Любая хозяйка знает секрет вкусного блюда в качественных продуктах. А говядина-мясо особо привередливое. Отчего же зависит ее мягкость и вкусовые качества? За консультацию, собственно, куском свежего мяса я и пришла на рынок. Здрасте. Лида, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я в восторгах вообще. Я на рынке до 9 утра впервые. Тут такое шоу. Да, самая работа идет у нас. Самая работа. Потому что когда мы приходим, вы все смирненько стоите и просто продаете. Ну что, поможете мне добыть информацию? Расскажете, покажете, как делать? Конечно, поможем. А рабочую форму выделите? Халатик вам дадим, конечно. Вот, возьмите. У нас не положено. Не положено без халата. Так, мне нужно приготовить без строганов. Для этого нужна самая лучшая говядина. Во-первых, что выбрать и как? Ну вот смотрите, вот туша как раз очень даже хорошая. Это нога? Да, это задняя часть. Она хорошо упитанная, потому что она покрыта жирком. Упитанная, хорошее, значит, будет мясо. Когда мясо совсем костное, оно будет более жесткое. Вот смотрите, вот эта верхняя подкожная часть, она более жесткая часть. Вот эту часть не стоит брать. Потому что здесь, вот смотрите, сейчас снимем, здесь крупные волокна. На этой вот ткани здесь крупные волокна. Желательно брать мясо, которое из внутренней части. Вот или кострецовую часть, она на косте, она не рабочая, часть мягкая. Или внутреннюю часть бедра, она тоже там более мелкая, волокна ткани, и она более мягкая. То есть, это та часть, когда корова при жизни мало задействована. Да, да, да. Она не жилистая. Но давайте посмотрим. Мышцы не рабочие. А вот как я это могу определить, когда это уже в разделанном виде? Вот сейчас я вам объясню. Смотрите, вот мы его разделяем. Вот эта ткань, видите, какая она крупноволокнистая? Она будет более жесткая, потому что волокна, хоть она и свежая, красивая мясо, но волокна крупные, жесткие. То есть, на бестроганах, а тут, смотрите, нет волокон практически. Да, вот, смотрите, да. Вот эти вот немного нужно пленочки себе подзачистить. Скажите мне, а в принципе, вот, бывает же и говядина разного качества. Как определить, хорошая она или плохая? Во-первых, чтобы оно было не очень черное такое. Это вот, видите, розовое мясо такое. Как только оно чернеет? Да, а бывает такое темное, а не старое, значит, быки, мясо черное такое вот. И оно крупноволокнистое всегда бывает, будет жестко. И запах у него совсем другой. Сейчас я это разрежу, я разрежу кусок, и вы понюхите, как оно вкусно пахнет. Видите, здесь совсем нету таких прожилок, которые вот здесь, видите, какие они? Они перебристые очень сильно, тут ровненькие. Более грубые. А эта ткань более мелкая. Она более мелкая. В общем, вот это на котлеты, а вот это на бифстрога. Да. А запах? А запах, оно должно, знаете, при разрезе отдавать запаха молока. Вот возьмите кусочек, вот давайте, смотрите. Вы понюхайте, оно сразу чувствуется. Да, точно. Да. Оно пахнет молоком. Это свежее мясо. Если уже какой-то запах не такой, это значит, уже не совсем качественный. Сколько мяса может храниться вне морозилки? Вне морозилки, ну вот свежего такое, 4-5 дней. Хорошо, поняла. Ну что, давайте мне вот этот кусочек. Давайте. Я его возьму и заберу на бифстроганов. Хорошо, давайте. Лид, а сколько вот адекватная цена для вот такого кусочка мяса? Ну, где-то 400 рублей. Я отдаю рабочую одежду. Да. Я пошла на кухню. Да. Приятного аппетита. Все, Лид. Спасибо огромное. Всего доброго. До встречи. До встречи. До свидания. Ну что, отличный кусок говядины у меня есть. В остальных продуктах ничего необычного. Мука, русская горчица, помидоры и лук. Приготовив старинную крошеную говядину, пообщавшись с экспертами, проведя наши эксперименты, мне теперь кажется, что все эти исторические версии и легенды связаны не столько с рождением, сколько с существованием мяса по-строгановски. Это блюдо в семье строгановых могли придумать и в 15 веке, и в 16, готовить и так, и эдак в каждом доме по-разному, из поколения в поколение что-то теряя или дополняя. Точно так же, как и мы сами, меняем бифстроганов уже в наше время. Далее в программе я буду готовить мясо по-строгановски по рецепту 19 века. А шеф-повар Виталий Власюк раскроет секрет своей современной версии бифстроганова. Ну что, наконец-то мы добрались до кухни, можем уже попробовать историю на вкус. Сегодня помогает шеф-повар Виталий Власюк. Жду от вас самых-самых ценных советов, потому что, честно говоря, вопросов куча. Виталий, но по моему рецепту сначала нужно как замариновать мясо в соли, правильно? Говядину. Да, старинный рецепт. Начинали с того, что мясо, во-первых, придать ему правильную нарезку. Так, ну давайте учить меня делать эту правильную нарезку. Ну давайте начнем с этого кусочка. Посмотрим, как у нас расположены волокна. Начнем его нарезать. Какая толщина, так? Как бекон? Нет, чуть толще, но не кубик. Но не кубик. Да. Мы оставляем эти пласты или мы... Нет, вот теперь мы эти пласты пытаемся нарезать, чтобы у нас получились... Квадратики. Квадратики. Хорошо. Что, мясо нужно замариновать на 2 часа в соли. Что это нам даст? Это, мне кажется, это не высушит еще мясо? Нет, наоборот. Соль немножко размягчит его. Да, кстати, в старинном рецепте был какой-то английский перец. Аглицкий перец. Аглицкий, да. Что такое аглицкий? Аглицкий перец, это душистый перец. А, обычный крупный перец, который мы используем в рассолах. Да. В маринадах, в рассолах это используется. Так, я это закрываю чем-то? Да, мы можем его просто накрыть и отставить в теплое место на 2 часа. Ну что, пока у нас маринуется мясо, я думаю... Да, сделаем соус, наверное. Да, начнем с соуса. Соус для мяса по-строгановски по рецепту 1871 года. На тихом огне растопить сливочное масло, добавить столовую ложку муки, тщательно перемешать и жарить до золотистого цвета, влить говяжий бульон и, помешивая, довести соус до кипения, посолить, поперчить по вкусу и добавить чайную ложку русской горчицы. А за границей, кстати, используют эту горчицу? Да, используют. Используют. Ведь по всему миру, как не говорят, что законодатели моды периодически меняются, но русская кухня, она... Ее можно встретить в любом уголке мира. И тот же Бестроганов, который готовит в любой точке земного шара, как и в Австралии, как и в Италии. Серьезно? Вы встречали? Я никогда не встречала. Я встречал в Италии даже в маленьких таких кофейнях, где можно найти русский рецепт. И теперь цедим, потому что мучная пассеровка оставляет комочки. Вот так. И цедим. Это если вдруг мы не промешали муку, да? Да. Так, мы это отставляем? Отставляем это в сторону. Так, пока мы оставили бульон, в рецепте дальше следует жареный томат. Да. Мне кажется, что наши сегодняшние хозяйки заменяют это томатной пастой. Томатной пастой, да. Ну, давайте попробуем по-стариному. Что такое жареный томат и как это происходит? Я думаю, что мы сейчас возьмем томат, подготовим его к бланшированию. Один? Один. Один томат. Паста из свежего помидора. Вырезать плодоножку. В нижней части томата сделать надрез, залить его кипятком и подержать в воде 30 секунд. Очистить помидор от кожицы. Разрезать на 4 части и аккуратно удалить семена и жидкую часть. Томатную мякоть нарезать на кубики и обжарить в сливочном масле на медленном огне 2-3 минуты. Убираем. Убираем. Да, мы это убираем, ставим в сковородочку другую для мяса. А помидоры просто отставляем в сторону. Так же, как и наш соус. Да, так же, как и наш соус. Мясо мы жарим на сильном огне? Да. На сильно разогретой сковородке, на сильном огне мы обжариваем мясо для того, чтобы получить золотистую корочку. И снова на сливочном? Снова на сливочном. А почему они не использовали ни растительное, ни оливковое масло? Я думаю, что секрет в этом рецепте заключается в том, что все-таки та говядина, которая использовалась, она немножко постная. И вот количество сливочного масла придаст ей немножко жирности. Вот это все должно сейчас выпариться? Да, подождать, чтобы оно немножко выпарилось. Потом добавляем лук. Кто любит лук по консистенции своей, чтобы он был с хрустинкой, можно добавить чуть попозже. Кто любит, чтобы он совсем разошелся, то есть его можно добавить совсем-совсем рано. Он в этом бульоне полностью растворится, останется только его привкус. Ой, как мне нравится этот запах! Я думаю, что графу тоже он очень нравился. А тогда бифстроганов подавали с гарниром? Да. А что в то время на гарнир подавали? На гарнир в то время для бифстроганов использовался от приготовленных овощей на пару до жареной картошки. Обжарился наш лук. Добавляем сюда наш соус. Заливаем нашим соусом. Закипел наш соус с мясом. Мы его должны убрать по старому рецепту на край плиты. То есть просто плотно накрыть крышкой и поставить в теплое место. Виталий, а у нас же еще помидор и, собственно, сметана была в рецепте. А они когда, куда? Перед самой подачей мы опять разогреваем до кипения, добавляем помидоры с металлами. Просто все такие процессы, просто как в лаборатории. Ну, у нас есть сюрприз, потому что помимо старинного рецепта, Виталий обещал мне приготовить свою современную версию бифстроганов. Чем она отличается? Я ушел от добавления горчицы, я начал добавлять соленые огурцы. И вот сам раскол и сам вкус, огуречный вкус, он способствует тому, что мясо становится быстрее и более мягкое. Быстрее в приготовлении и более мягкое. Бифстроганов с солеными огурцами. Кусок мяса разделить продольно на несколько тонких частей. Затем нарезать соломкой против волокон. Посолить и поперчить душистым перцем. Нарезать шампиньоны, репчатый лук и соленые огурцы. Подготовить жирную сметану или сливки. Обжарить мясо в сливочном масле на хорошо разогретой сковородке. Вот, дальше попробуем вот так, двумя лопатками, разъединить нашу нарезку, так, чтобы отделить каждый из брусочков друг от друга, обжарить со всех сторон. Виталий, так любовно к своему блюду. Ну, практически 25 лет я занимаюсь этим делом. Я считаю, что я не ошибся в выборе своей профессии. Нам также надо выпарить сок. Нет, а вот здесь мы сок оставляем. Мы сейчас отставим эту сковородку для того, чтобы мясо настоялось. Обжарим наши шампиньоны с луком на оливковом масле. Добавляем наши шампиньоны. А мы солим? Нет. Или нет? Грибов уже нет? Нет, нет, нет. Это мы не солим. Мы посолили мясо. И будут соленые огурцы. Вот. У нас появилась золотистая корочка у грибов. Прекрасный цвет. Так, теперь лук. Теперь лук. Я хоть что-нибудь поделаю. Конечно. И соленые огурцы. Это я могу. Да. У нас получается бланшированный соленый огурец, жареный лук и жареные грибы. А можно я вот это попробую? Конечно. Я все пробую. Естественно. Попробую. Как наш лук? Хрустит, нет? Угу. Ммм. Слушайте, это вообще прекрасная закуска. Мне кажется, вот сейчас на хлебушек, на греночку. А вот теперь сюда мы добавляем наше мясо. Конечно. В эту сковородку вместе с тем соком все полностью добавляем сюда. Последний штрих моего рецепта. В эту сковородку мы добавляем сливки 33-процентные или 42-процентную сметану. Где ее найти 42% сметану? На самом деле существует. Каждым разом это блюдо становится все красивее и красивее. И пока будем готовить гарнир, дадим блюдо настояться. Ну и наконец закончим наш старинный рецепт без троганов. Старинное блюдо у нас почти готово. Напомню, говядину мы нарезали квадратиками, посолили, поперчили и обжарили на сливочном масле с репчатым луком. Для соуса поджарили муку, влили туда бульон, прокипятили, добавили русскую горчицу, размешали и процедили. Смешали соус с мясом, дали настояться. А перед самой подачей добавляем в блюдо заранее поджаренный помидор, сметану, мешаем, кипятим и подаем на стол. Ну что, Виталий, начнем трапезу? Да. Это у нас без троганов по рецепту, собственно, графа Строганова. Ну да, это та классика, тот рецепт зарождения этого блюда. Ну как именно? Ну честно говоря, ничего необычного, но это вот то, к чему мы все привыкли, да? Такой вот сметанный вкус. Сметанно-горчичный вкус. Ну я, кстати, не чувствую горчицу, прям явно. Ну, горчица сыграла свою роль в размягчении мяса. И то, что она немножко оттенила этот вкус, а не оставила яркий след. Это то, что мы добились того, чего хотели. Давайте попробуем вторую. Да, интересненько. Ну я бы выбрала вот это. Спасибо вам большое. Не, я объясню, почему. Во-первых, мне кажется, что огурец, он настолько вот, наоборот, подчеркивает говядину. И все-таки я, видимо, современный человек, и мне очень нравится вкус сливок. Не сметана, а именно сливок. Все-таки, вы знаете, мне нравится, что происходит. То есть изначально оно все, вот такое какое-то неотесанное блюдо 19 века, и к 21 оно приобрело вот просто идеальный вкус, аромат и сочетание. Виталий, спасибо большое за науку и, собственно, за превращение одного блюда в другое. Ладно, спасибо. Ну вот видите, как при минимальном количестве ингредиентов можно проявлять фантазию, экспериментировать с соусами. Добавил томатом одного вкуса, добавил огурец, совершенно все по-другому заиграло. Так что экспериментируйте, а мы с вами обязательно увидимся на следующей неделе и вновь попробуем историю на вкус. Пока-пока.